всем привет на этом уроке мы будем рисовать с вами сочные нектарины я буду использовать бумагу пастель мат у меня также будет пастель гейлери мелочке и пастельные карандаши здесь различных брендов буду называть поочередно которыми мы будем пользоваться здесь есть и derwent и кахинор штабела по моему штабела имя называется да не стабела штабела меня как-то поправляли но не суть сначала мы будем намечать с вами с карандашами общий рисунок затем уже приступим к цвету поработаем с мелками а потом снова карандашами доработаем общие детали давайте начнем с того что наметим у меня бумага такого серо-коричневатого оттенка она подойдет нам и для нашего фона с фоном и немножко тоже поработаем поэтому намечать будем карандашом каким-то светлым желательно белым белый карандаш хорошо будет видно а по бумаге да если не такую абразивную бумагу пастель мат вы можете использовать кэнсон метен стач можно использовать также и обычную бумагу но тогда чуть меньше у вас будет степень прорисовки на пастель мате все-таки прорисовка будет смотреться более такой фотореалистичный ну что давайте начинать по всю мою бумажку во весь размер я буду намечать наши нектарины перед этим можно там чуть-чуть обозначить линию горизонта она не сильно видно у нас линия стола но пускай все-таки будет дальше я намечаю мои нектарины сначала общей формы и примерно дальше мы уже их уточнить они прям очень крупными должны получиться да вот у меня хоть и бумажка небольшая по размеру но я постараюсь сделать с такими максимально большие сейчас наметим и дальше мы их немножко подвигаем я думаю может быть еще чуть-чуть увеличим будет здорово если они не будут смотреться одинаковыми по форме и не абсолютные такие кружочки мы с вами делаем формы все-таки интересная мы попробуем ее передать ну что вроде бы нормально я наметила можно чуть-чуть еще покрупнее левый нектарин давайте с него и начнем будем уточнять я делаю вот такие небольшие выступы на моей круглой форме это для того чтобы уйти от формы шара и сделать форму более природную и естественно она должна вот быть круглой и замыкаться естественно вот наметили сразу у него находим серединку то есть там где у него пойдет его пимпочка с углублением показываем дальше как идут бачка от нее расходятся он уже будет более объемным становиться дальше сделаем тот который находится посередине находим его нижнюю точку находим самую верхнюю сначала я обрисую низ то есть мы покажем именно внешнюю форму то есть его кожуру а дальше уже проработаем тот участок который находится в разрезе здесь что у нас получается в разрезе форма она довольно выпуклая да такая овальная поэтому будет удобно если мы с вами сразу дадим вот такого плана диагональ чтобы нам удобно здесь было добавлять и косточку ну и разделить его пополам так будет проще и так мы не запутаемся дальше в серединке я увожу линию здесь мы видим и часть его кожуры сбоку закругляем тут уже нам станет понятно где косточка идет так нижнюю часть доделываем еще обратите внимание что сбоку форма как будто бы более плоская до книзу она становится более округлой и как будто даже немножко такой вытянутой по форме как торпеда в так вот чуть-чуть она вытягивается обозначаю дальше косточку здесь мы видим мякоть которая на косточке осталось и нам теперь можно сделать уже оставшийся 3 нектарин тоже делаю ему более интересную форму не такую круглую здесь показываем серединку как окружные такие округлые формы они от нее отходят бачок показываем чуть-чуть потолще наверное его снизу давайте сделаем это же чтобы он замыкался так вот естественно все на самом деле работа в плане построения не такая сложная да что еще можно тень легкую наметить от нашего центрального нектарина сейчас я думаю можем поработать с фоном именно с дальним с дальним планом потом мы перейдем к нектаринам и будем их тоже делать последовательно начнем слева направо идти это удобно особенно если вы правша работаете правой рукой даже если на обычной бумаге это будет хорошо так как мы не размажем с вами все остальные формы я как правило начинаю с левого верхнего угла и вот так вот иду вправо вниз так получается более аккуратная работа с пастелью по цветам что у меня здесь есть давайте посмотрим понадобится для смешения нам оттеночки разные поэтому это скорее всего будет серый черный светло-серый понадобится для нижней части стола до для верхней мы можем взять с вами какой-то плюс-минус нейтральный синий и наверное даже фиолетовый с четырьмя вот этими оттеночками мы сможем сделать с вами фон давайте мы начнем наверное серого цвета чтобы лучше всего растушевывать нам нужно взять оттеночек который будет ближе всего к цвету нашей бумажки таким образом растушевываться все будет намного легче и более плавно кстати где-то краешки где у меня светится коричневая бумага я могу их оставить так дальше добавляю мы могу чуть-чуть да там растушевать немножко вот такой смягчить дальше я добавлю немножко черного чтобы выделить мои нектарины сделать их более яркими на темном фоне они будут смотреться более насыщенными здесь еще здорово что нектарины у нас теплый да и за счет холодного фона мы еще больше подчеркнем их яркий оранжевый цвет сразу туда я добавлю синий прям на черный дальше мы уже вместе там все перемешаем и немножечко добавлю фиолетового так добавили здесь можно взять растушевочную палочку можно в принципе и пальчиками растушевать смотрите как вам будет удобнее вот так вот растушевываем сейчас мы растушуем и посмотрим по цвету всего ли нам достаточно либо может быть стоит еще какой-то оттеночек нам добавить так сначала растушевали растушевочная палочка дальше можно пальчиком пригладить сделать такой более мягкий тон фон меня устраивает я думаю можно дальше перейти уже к самому нектарину и начнем мы с левого у него я хочу чуть-чуть почетче сделать контур капельку на него добавлю белого потому что все равно у него есть светлый рефлексик там слева поэтому его спокойно можно обвести таким образом давайте я чуть-чуть прикреплю лист потому что я не со всех сторон прикрепила я обычно креплю на на лягушку так называемую когда вот малярный скотч он сам себя вот таким образом закрепляет закрепим будет плотнее держаться да все приступаем уже к нему можно будет чуть-чуть еще доработать на будущее нам немножко упростить задачу с белым показать где у меня светлые участки на нем будут и сейчас мы будем довольно живописно с вами работать понадобятся нам оттенки которые будут в нектарине основные сначала возьмем то есть это будет вот такой вот красный можно добавить туда такой красно-рыжий оранжевый цвет потом взять оранжевый более яркий желтый вот такого план можно кстати даже один вот такой желтый сразу и розоватые нам тоже пригодятся с какой-то бордовый но это еще довольно такой большой да набор можно его взять и поменьше просто чем больше оттенков тем у нас будет получаться более разнообразный цвет давайте смотреть по яркому красному он находится у нас центральной части это практически да его такой основной цвет мы с него начнем и будем смотреть где он находится с его же помощью мы будем идти по округлой форме чуть-чуть поворачиваем мелок то есть мелок идет прям по направлению по вот этим полосочкам нашего нектарина сначала будет более такая грубая работа потом с добавлением дальнейших слоев у нас все станет более плавно и повторюсь если вы работаете на обычной бумаге слой будет поменьше если у вас абразивная бумага либо наждачка мелкая то там можно и побольше слой добавлять дальше я добавлю вот такой розовый на самом деле он выглядит более бордовым на нашей бумаге он прям розовым розовым смотрится но ничего мы его будем еще с вами затемнять его добавляем участки где у меня побольше розоватого и дальше можно взять светло-розовый и с ним пройтись по участкам которые находятся по бокам дальше переходим на оранжевый он идет у нас после красного добавляем его вот такими полосочками проверяем где он еще находится внизу да например можно его сюда побольше добавить после него переходим на желтый желтый рядом серединкой находится дальше рядом с оранжевым на ближней к нам части находится слева наверху ну что по яркости нам примерно достаточно сейчас мы с вами растушую можно с помощью пальчика так растушевать все цвета вместе сделать переходики более ровными и будем понемножечку сейчас затемнять затемнение можно делать с каким-то коричневым бордовым оттенком можно использовать карандаш можно использовать мелок здесь нужно просто подобрать тот цвет который будет ну действительно плотным если у вас нет например очень темного оттеночка именно бордового то вы всегда можете его смешать например хороший вариант если мы берем с вами фиолетовый потому что он обычно достаточно темный ну конечно здесь яркий но потом он смотрится нормально добавляем на него яркий красный главное чтобы он тоже был насыщенным и видите цвет получается действительно вот такой плотный и темный туда же можно замешать немножко коричневого и даже можно взять немножко черного добавить его на пальчик и тем самым мы уйдем вот в такой плотный цвет тут главное не переборщить чтобы он темный не смотрелся как грязь такая да ну где-то особенно снизу он нам не помешает потому что там ну прям темный темный такой бордовый оттеночек видите коричневый точнее черный с рыжим он получается такой немножечко грязь уходит поэтому вы можете смело туда добавлять немножко фиолетового добавлять немножечко розового и он будет делать его более таким сложным по цвету черный все равно с желтыми с оранжевыми он может немножечко нам все это грязнить и сейчас мы с вами как раз добавляем затемнение я их размещаю с фиолетовыми участками сначала это делаю мелочком то есть мелком какие-то основные такие зоны добавила немножко растушевала чтобы помягче стал у нас цвет дальше мы можем с вами взять например либо красный либо коричневый ту зависимость от вашего фиолетового красный с коричневым будет давать вот такие вот бордовые затемнения заодно с ним можно поделать вот такие полосочки и сейчас уже с карандашами в основном будет вся работа снизу также я добавляю черный могу его смешать с красным чтобы он не дал более такой бордовый оттеночек если прям очень темный коричневый у вас есть можете также добавлять его с коричневым также мы можем сделать серединку и на него на коричневый чуть-чуть добавить зеленого например какого-то вот травяного саму серединку можно с черным выделить сделать еще плотнее показать как от нее там уходит тень фиолетовый также может у вас быть и в карандашике на какой-то вот такой плотный оттеночек взять добавлять его нам как затемнение и вместе его сочетать с красным либо с розовым я сейчас смотрю просто как у меня поярче здесь красный вот объединять красный с фиолетовым довольно яркий вот такой розовый это получается кохинор джоконда 88 20 дробь 5 он называется он такой знаете красноватый розовый с ним можно доработать и более яркие участки и где-то он неплохо мешается с фиолетовым с рыженьким тоже давно довольно ярко смотрится и сейчас мы примерно на том моменте где нам нужно оставлять все-таки полосочки то есть уже не растушевывать потому что слой набрался достаточно большой и будет тогда получаться у нас слишком гладкая форма здесь я вместе смешала черный с розовым чтобы цвет более плотный стал более темный сейчас проработаем среднюю часть опять пока что мы без осветления у нас на данном этапе сделаны с вами практически сделаны до темные участки сейчас мы зарабатываем такие средние тона потом мы сможем поставить с вами блики и дальше там уже вот капельки небольшие и другие мелочи мы будем доделывать выхожу немножко и на темные участки я тоже там могу чуть-чуть поштриховать сделать где-то участки поярче если нужно я смягчаю розовый вместе с красным чтобы он тоже слишком слишком ярко не смотрелся вот сейчас надо совсем какой-то розовый смотрится поэтому чуть-чуть можно по добавлять красного и я бы даже сверху немножко смягчила этот цвет вместе с коричневым коричневый он сделает более нейтральные оттеночки где-то совсем такой розовый чтобы ушел ну что мне кажется по таким по средним моментом практически все чуть-чуть может быть здесь для этого вы добавите а где-то вот на переднем плане немножко можно к нему же добавить коричневый и туда немножко на них добавить розового по яркости да можно желтый взять карандаш пройти с ним по полосочкам выделить их немножко побольше где-то он будет смешиваться с розовым и желтый и будет такой сложный оранжеватый оттеночек получаться чуть-чуть можно яркости желтым на серединку там где пимпочка вот когда профессиональная штучка называется и с белым можно кстати и знаете такой вариант если не светлый сиреневый можно с ним попробовать либо светло-светло розовый а можно и с белым попробуем наносим на розовым нормально смотрится белый возможно просто что чуть-чуть он где-то где желтый сейчас покажу вас таким здесь можно взять немножечко добавить сиреневого за счет этого он нам даст на свету такой более холодный отблик поэтому чуть-чуть можно даже сиреневого на блики добавить и и потом уже на самые яркие участки здесь нам по добавлять белый белый просто видите он больше такой но осветляет предыдущий цвета понятное дело то есть где он на розовом он добавляет такой светло-розовый делает снизу мы тоже видим здесь небольшой рефлексик скорее даже чем блик такой светленький заодно мы с вами именно фактуру проработаем вместе с белым выделяю складочку который рядом с нами чуть-чуть беленький цвет от нее оттушевываю делаю помягче самую объемным получается часть я выделяю там у меня будет самые яркие блики и стараюсь равно это делать вот такими вот вкраплениями полосками чуть чуть ярче четче можно сделать контур слева и кстати вот здесь в тени там можно взять светлый можно сиреневенький взять либо розовый и немножечко смягчить форму будет знаете как раз такая матовость которая есть у так это же персики или нектарины я хотел сказать матовость которая есть у персиков но в тени в принципе она может быть и у нектаринов тоже то есть вот такой вот прям плавный переходик мы сильно да как-то не осветляем справа наверху но чуть-чуть выводим этот цвет более светлый желтый делаю светлее добавляю на него блики с белым выделяю здесь еще рядом с нами участочек если не слишком ярко до белый рисует вы всегда можете взять мелочек с ним цвет обычно будет более интенсивный можно выделить какие-то участочки с белым плюс у него нанесение может быть более такой вот неравномерное как раз что характерно для наших бликов карандашик все-таки больше сглаживает мелок он более такой фактурное нанесение будет давать если где-то слишком много вы просто пальчиком этот свет так вот расправляются он становится более мягким вот тогда уже поярче конечно смотрится когда мы блики добавили с бликами все более активно выглядит мне кажется отлично нектарин получился давайте сразу забегая вперед сделаем для него тень самый темный темный уголочек снизу я сделаю прям с черным а дальше я перемешаю черный с коричневым чтобы сделать цвет более нейтральным и немножко туда добавлю серого это будет такая подготовка на будущее когда мы уже будем делать нижнюю часть фона тут потом можно будет какие-то точечки точечки такие небольшую фактурку еще добавить так по фактуре он нормально получился смотрится хорошо но потом если будет нужно мы посмотрим на него вместе с остальными фруктами и если что его редактируем давайте пойдем дальше сделаем тот который посерединке находится здесь можно немножко по-другому поступить я возьму красный цвет сделаю понятный такой яркий контур снизу можно красный можно бордовым до каким-то коричневым то есть но тем который будет плюс-минус отвечать вот этому цвету чтобы мы с вами разделили сейчас верхнюю нижнюю форму начнем работать сначала с верхней потом уже пойдем на нижнюю здесь нам понадобится вот такой насыщенный желтый и прям сразу сначала но знаете нанесение такое не стопроцентное чтобы где-то бумага светилась наносим этот желтый цвет на участок разреза на косточку не заходим это будет наш основной цвет мы его будем дорабатывать мы его будем с вами уводить немного в оттеночки чуть-чуть в более лимонные буквально капельку на поверхности ближе всего к нам здесь он будет поярче вдалеке там мы сможем добавить во первых какое-то таракотовое вот такое коричневатое затемнение как раз этот таракотовый оттеночек 15 гейлере здесь уже по направлению по направлению этих чешуечек прожилочек мякоти мы добавляем таракотовый цвет чуть-чуть растушевываем буквально капельку от косточки тоже можем вывести его в сторону а дальше смотрим что там он немного в такой коричневато селеноватый уходит в более плотный цвет поэтому туда я чуть-чуть добавляю зеленого из коричневого можно взять и какой-то вот более светлый охристый можно сразу взять более темный просто его нужно будет нам лучше растушевывать и здесь мы уже следим с вами за направлением как у нас мякоть вот так расходится в стороны то есть чуть-чуть добавили немножко растушевали дальше посмотрели по цвету что там все таки да он более в теплые уходе значит добавили чуть-чуть красного вот так вот потихонечку до нужного нам оттеночка мы доходим самый темный цвет он будет ближе косточки дальше он будет более таким нейтральным становиться здесь по сути это тень да она довольно плотная и темная должна получиться с другой стороны делаю то же самое показываю как от косточки у меня красный цвет расходится плоской стороной карандаша я добавляю коричневый плоской стороной чтобы цвет у меня так вот легко наносился равномерно чтобы потом никаких штришочков особо видимых не оставалось а еще немножечко я могу его увести в такой более приглушенный час я смотрю как у меня лучше подойдет можно немножечко в такой рыженький это уже с карандашиком доработать потому что где-то желтый светится но по сути он все равно такой не настолько яркий дальше можно взять розовый с которым уже работали либо бордовый показать серединочки там они идут более темный и там больше прям розового оттенка также как и вокруг косточки там идет розовый он желтым как раз хорошо будет там перемешиваться его же можно пустить по краешку выделить вот так вот нектарин чтобы он смотрелся посложнее я в него добавляю коричневый он получается таким насыщенным бордовом немножечко его вписываю в желтый там чуть-чуть перемешиваю смотрю по затемнением можно еще немножко сделать плотнее то есть это мы заранее вот такой затемняем потому что потом конечно и косточка у нас будет более темная опять то же самое мы работаем со средним из темным тоном оставляя нам еще участки для осветления сейчас мы можем сделать боковую сторону которая находится вот здесь вдалеке здесь можно взять какой-то нейтральный можно взять охру можно взять бежевый чуть-чуть единственное с левой стороны добавить туда немного такого лимонного у меня остался здесь участочек незакрашенный предыдущего нектарина коричневым его заполняю чуть-чуть перемешиваю здесь можно кстати будет и показать как идет тень между ними или это веточка или тень сначала подумал что тени так что еще чуть-чуть можно с коричневым пройтись здесь добавить оттенков на боковой части там можно даже чуть-чуть оранжевого мы сразу этот небольшой участок дозелаем и он будет готов и подсветить даже можно с белым рядом с контуром так дальше давайте сделаем косточку ее темную часть чтобы сразу у меня получился очень плотный оттенок я добавляю сюда черный прям вот немножечко но все равно чтобы он был заметен именно на темную часть дальше я беру коричневый добавляю коричневый и немного розового он получается вот таким вот насыщенным по цвету то есть розовым я прямо захожу на черный и также с ним я уже начинаю прорисовывать финиш на прожилочки те которые будут поярче которые выходят на ближнюю к нам сторону мякоти нектаринов или персиков так вот их растушевываем мягко то есть слой уже собрался такой достаточный это значит что у меня получится мягкое такое нанесение дальше я могу поддержать вот эти прожилочки с красноватым оттенком то есть тоже по чуть-чуть создавая вот такую фактуру добавить нейтральный цвет можно с каким-то коричневым например вот с такой охрой это для того чтобы у нас ну абсолютно таким желто-красным не смотрелся нектарин заодно вот выходим сюда на ярко-желтые участки их вот таким образом доделываем дальше можем взять еще один коричневый и тоже аккуратненько добавляю затемнение сейчас давайте мы проработаем немного еще косточку что мы будем делать здесь лучше будет взять уже мелочек потому что он будет ярче смотреться тут либо красный берем либо мелок который будет таким красно-розовым может даже в какой-то в карминовый оттеночек мы выделяем самый яркий ближний к нам участке на косточке просто с мелком сейчас это получится более насыщенно по цвету можно перейти на темно-коричневый он тоже будет с розовым там хорошо объединяться тут можно и с мелком можно и с карандашом небольшие такие самые углубленные темные участки на косточке я добавляю чтобы вот эту темноту немножко прикрыть наверх на черный я добавляю капельку розового и то же самое можно сделать на тех участках где будут начинаются вот эти кусочки мякоти которые торчат но их мы сделаем немного позже потому что сначала нужно будет доделать полностью участок среза еще немножко коричневого розового смешиваю снизу и давайте пойдем по осветлениям я наверное сразу возьму мелочек можно кстати взять не только белый но и начать со светло-желтого чтобы передать вот такие более теплые участки с бликами например на самой косточке они тоже не помешают там вы тоже можете на уже светлых участках ну плюс-минус светлых да то есть на каких-то красных показать как там светлые блики будут располагаться с мелком будет более такая живописная история где-то более толстенькие штришочки у нас получится и как раз будет похоже на участке с мякотью поэтому вот так вот выделяем обязательно мы оставляем промежутки чтобы светлые участки были видны на то есть за ними должны находиться для этого более темные можно кстати чуть-чуть вот сюда где мы видим холодные моментики добавить туда капельку голубенького например чуть-чуть подсветить можно даже перемешать голубой вместе с белым это тоже будет красиво тут либо сначала один наносите голубой потом белый либо можно нанести белый на него чуть-чуть голубого карандаша или мелочка так будет смотреться еще ярче и уже потом на желтые вы добавляете белые тоже немножко для яркости и выделяя какие-то самые светлые участки которые нам хочется сделать еще поярче и еще поближе вот таким образом у нас получается такая блестящая серединка если где-то нужно чуть-чуть осветлить этом немножечко сделать тон помягче то мы можем использовать белый с помощью карандашика и заодно чуть-чуть так вот растянуть перемешать участки давайте мы приступим к вот этой мякоти как раз здесь по цветам да сначала давайте мы сделаем таким образом возьмем таракотовый с ним легко наметим где пойдут эти зоны дальше берем вот такой вот желтенький довольно яркий намечаем основные вот этих мякоти показываем как они идут то есть это опять же средний тон дальше от него мы покажем со светло-желтым участки которые посветлее то есть по чуть-чуть там начинаем расставлять блики вот так немножко поярче потом мы добавим белые на самые яркие из них а дальше мы немножечко добавим глубины этой области добавим туда темных участков то есть промежуточка в которые там идут за ними я бы наверное немножко это доработала с оранжевым потому что рыженького мне кажется там все-таки побольше промежутки до берем мы с вами коричневый можно и какой-то бородовые можно коричневый можно и то и то главное показать что внутри там идут более темные такие более глубокие зоны сначала я даже где-то чуть-чуть там обозначу с черным потом туда добавлю розовый и они будут у меня одновременно и темные и яркие и чуть-чуть еще немножечко доработаю с бликами чтобы их вытянуть так повыше может быть даже немножко туда можно лимонного добавить чтобы прям совсем ярко получилось по цвету такие как немножко усы да получаются пушистые сделали ну что возьмем тогда нижнюю часть сделаем ее слева добавляю белый контур по цвету до немножечко уведем него холодненький можно чуть-чуть туда добавить сиреневого либо голубого немножко после этого когда будем добавлять белый у него сразу будет такой холодный оттенок даже если мы потом это все немножко с мелком так перекроем все равно будет холодный потом там светится сейчас чуть-чуть здесь поправлю контур и можно будет дальше уже добавлять цвет кожуры тут можно по всем тем оттенком которые мы уже использовали единственное чуть-чуть можно смешать оттенок посложнее например взять красный вместе с таракотовой будет видите вроде бы яркий но и достаточно сложный оттенок дальше его размешаю и будем добавлять уже и темные и светлые оттеночки туда справа где потемнее мы можем добавить туда коричневый во первых до снизу особенно немножко взять даже черного там вот легко легко увести в самые темные участки раз уж мы заодно с черным можно сделать тем падающую намек на нее нашим ее там стороны распределим чтобы цвет стал чуть-чуть поярче туда розового снова на коричневый и на черный так теперь немножко оранжевого сейчас просто смотрим таких оттенков нам не хватает довольно так же живописный такими полосочками пятнышками мы добавляем понадобится также снова белый карандаш с ним мы сделаем немножко легче участок слева и небольшой такой рефлексив можно добавить капельку красненького рядом с бликом и можно с мелком взять чуть-чуть знаете такие как бы пятнышек поставить немножко как будто неравномерных чтобы такой вибрирующий цвет получался что еще немножко желтого можно на участок слева прям вот где у нас блики идут чтобы более насыщенный получился не вторим чик берем белый белый мелок лучше чуть-чуть дорабатываем брики и легкую такую фактурку еще добавили так ну что вроде все можно какие-то небольшие блики да если сейчас нужно так вот посмотрите добавить если где-то не сильно ярко недостаточно так мне кажется достаточно у нас по цвету что касается тени я обещала что мы ее немножечко распределим дамы наш серый добавим вот так вот и потом уже просто той растушевкой которые мы работали будем смягчать на это будем делать уже когда у нас пойдет тень самое время сделать наш 3 нектарин давайте его разберем по цвету сначала я с темным даже черным сейчас намечу тени примерно потому что он такой у нас объемный объемный свету в принципе здесь уже есть хочется наметить самые темные зоны черный коричневый туда добавляю даже так немножко фиолетового чтобы сразу определить где какие оттенки первый слой такой прям живописный получится я хочу чтобы здесь у меня побольше холодных бликов сохранилась поэтому я добавлю сюда прям довольно ярко розовый с мелочком и могу сюда добавить голубой прям наверх розового либо какой-то сиреневый посмотрите то есть это заранее опять же будет у нас подложка мы сейчас просто по цветам все с вами заполним примерно так же как мы уже делали с нашим первым нефтарином то есть берем красный смотрим где у нас идут красные оттеночки их добавляем то же самое делаем с оранжевым смотрим где идут оранжевые добавили их теперь берем желтый сейчас как такая абстракция получается да берем желтый можно даже чуть на тень зайти закрашиваем справа там уже он не желтый кстати да примут какой-то оливковые действительно добавляем его перемешаем его потом с коричневым и будет то что нужно можно даже чуть-чуть туда таракотового добавить темно-коричневый подойдет для тени с правой стороны и теперь начинаем всю эту красоту аккуратно растушевывать можно пальчиком можно растушевочной палочкой то смотрите как вам будет удобнее туда подобраться понятно что растушевка может быть где-то но более осторожно вы сможете подобраться в эти зоны ну вот да уже по цвету в принципе ничего объемчик тоже такой сложился сейчас я хочу сразу добавить светлые участки то есть расположить где у нас пойдут блики как раз мне нужно чтобы белый попал где-то на сиреневый и получился такой холодный оттеночек блика небольшую полосатость добавляю белым цветом фактуру заодно подчеркиваю смягчаю границы где немножко зашла да на следующий на предыдущий точнее нектарин их небольших полосочек сюда добавляем дальше здесь это уже не блик да это уже рефлексик такой идет нам тоже довольно яркий так его выпукло добавляем его же можно сделать и снизу и вот так вот по форме тоже добавляю блик с правой стороны он у меня на сиреневый попадет и все это как бы стремится в серединку блики тоже как бы стараются повернуть туда внутрь чуть-чуть где нужно там можно подрастушевать с правой стороны там в принципе нормально можно рефлексик сделать скорее с таким сиреневым чем с белым чтобы он не был супер яркий так вот смягчаю дальше по бликам чуть-чуть можно выделить с мелком сделать их еще поярче по насыщению особенного здесь на оранжевом блик с левой стороны на желтом и его мы немножко смягчаю с помощью белого белый как бы будет распределять его в стороны теперь чуть-чуть с розовым доделаем здесь нам нужно будет упорядочить слегка участки по плотнее глубину его можно добавить показать вот такие поворотики как идут немножко не хватает яркого желтого рядом с розовым желтым также с правой стороны наделываю как бы размешиваю с ним и туда мы возьмем еще добавим коричневый для небольших затемнений и можно будет взять на пальчик чуть-чуть черного и показать плотную тень рефлекс кстати может быть чуть-чуть побольше и похолоднее все смотрю можно сиреневый сделать сиреневый рефлекс вот здесь обширнее так и вообще давайте тенью как раз мы и займемся тень получается идет от предыдущего нектарина сначала я намечу ее вот так коричневым она более теплая да поэтому я добавлю туда немножко розового он особенно яркий вот где начинается она потому что там одновременно в тени получается идет рефлекс то есть отражение цвета вот этого нектарина за счет этого такой вот яркий оттеночек там выходит можно и немножко на самом деле потемнее прям капельку взять ее сделать серединке так тоже мягкая она смотрится неплохо про затемнение да можно глубину там капельку капельку с черным подчеркнуть немножко подчеркнуть бачок так что еще по светам сейчас давайте проверим чтобы аккуратные были линии чтобы завершение вот здесь было ровненько здесь мы с вами блики добавили с фиолетового можно капельку плотнее сделать час точек наверху немножко фиолетового добавлю и капельку буквально туда коричневого чтобы смягчить фиолетовый то есть бордовой каплю нам нужен там потемнее это мы с вами сделали есть смягчая участок снизу чуть-чуть ну что объемом все хорошо можно финишные такие легкие сделать дополнение с бликами прям чтобы он больше светился до больше блестел на желто можно чуть-чуть его справа там где форма поворачивает где на самое круглое там блики будут поярче теперь я предлагаю нам снизу доделать тени начнем мы с черного то есть прям вот рядышком с нашими фруктами я подвожу яркий черный контур кохинор очень мягкий кстати черный вот этот карандашик 88 20 12 он получается прям такой хороший мягкости даже где-то слишком мягкий но вот в этом случае хорошо сделаем нижнюю часть а потом мелочи вроде капелек мы доделаем с вами коричневый коричневый мы уже добавляли немножко чтобы тень выглядела не такой прям серый скучный дальше мы берем темно-серый оттеночек здесь на коричневым он будет смотреться таким достаточно холодным дальше мы с растушевкой все это перемешаем а потом добавим немножечко серый посветлее чтобы тоже подчеркнуть некоторые участки наших нектаринов можно сделать чуть помягче я думаю переходит от поверхности стола как прям в уголочке подбираемся растушевываем смягчаем пальчиком чтобы более плавные были переходы и можно зайти с пальчиком же на нижнюю часть наших нектаринов теперь мы берем серый который будет более светлым и с ним мы добавляем светлые зоны в тенях мы видим такие перерывчики небольшие можно кстати для этого использовать и даже белый просто брать его в очень таком аккуратном небольшом количестве тогда он тоже будет работать как осветлитель и светло-серый это выбирайте любой способ просто мелочи где-то будет работать помягче все таки и он будет давать немножечко более холодный оттенок небольшая такая фактурка будет оставаться здесь на нижней части посмотрите ее можно либо оставлять либо можно и растушевать сейчас немножечко все-таки и и под тушую плане холодных оттенков можно чуть-чуть добавить голубого либо сиреневого это красиво будет оттенять холодный теплый цвет да то есть теплый цвет наших фруктов все это будет красиво вместе выглядеть что еще чуть-чуть наверное можно доработать взять серенькие например чуть-чуть смягчить тени можно серым карандашом можно серым мелком и вдалеке да чуть-чуть еще и выделю вот этот вот нектаринчик получается что да здесь поверхность стола нам все-таки более светлая чем он и нам нужно будет его слегка слегка затемнить во первых тени может быть чуть-чуть такая более плотная а со стороны самого нектарина можно будет именно вот нектарина вот его чуть-чуть затемнить туда капельку добавлю коричневого потом капельку фиолетового вот так а из черным чуть-чуть сделаю более плотную тень тень слегка доработаю с левой стороны там она меня где-то ушла здесь перемешаю вместе с коричневым черный ну что с правой стороны меня все устраивает с левой тоже нормально чуть-чуть может быть затемним наш первый нектарин чик добавлю туда черный серым я его перемешаю и возьмем дальше белый тут ведь это водичка такой блик который идет на переднем плане я его добавим и есть вообще тоже как влажный для такой участок поэтому вокруг него я добавлю белый то есть он будет более серым по цвету рядом с нектарин чикам чуть-чуть еще посветлее и будем делать наши сочные капли которые есть на одном и на втором векторине сначала нам понадобится более темный мы возьмем коричневый и вот здесь где капелька течет и обрисовываю ее форму то есть просто показываю ее кругленькую по форме дальше я беру наш розовый далее вам можно какой-то бордовый взять лучше карандаш потому что форма должна получиться более тоненькая ввожу эту линию можно с правой стороны как будто легкую тень такой чуть-чуть черном капельку такое затемнение добавить можно немножко с фиолетом потому что он перемешается с красным цветом нектарин а и будет выглядеть довольно естественно дальше мы берем оранжевый тут можно взять и мелочек на самом деле чтобы он был просто более яркий на такая . нужно еще можно взять белый белый можно попробовать сначала с карандашом если он даст нам яркую линию то хорошо если нет то мы возьмем мелочек и с мелком поставим вот сюда яркий блик и вот такие капли у нас получаются для яркости можно красного слегка с мелком туда добавить чтобы они были немножко посочнее у меня даже где-то они ярковато получились если слишком яркие вы можете с красным их немножечко там пригасить то же самое делаем на нашем фронтальном нектарине здесь показываю тоже как капельки стекают добавляю туда в них немножко розового можно сразу туда чуть зашла я добавить чуть красного с фиолетовым обрисовать форму немножко даже с черным прямо легко легко чтобы было видно затемнение а не то чтобы прям черный цвет дальше слегка добавляю розовый ставлю небольшую капельку с красным можно туда там чуть-чуть оранжевого добавить и белого белый давайте с уголочком вот такой цвет возьму чтобы у меня более капелька тоненькая получилось аккуратно чуть-чуть вот здесь поярче сделаю ближнюю к нам область с беленьким вот такие капли у нас вышли ну что мне кажется отличным получилось по необходимости можете немножко еще поработать с передним планом например где-то если нужно можете осветлить участок фона чуть-чуть да сделать линию стола посветлее я смотрю кажется еще как будто мне немножко голубого сюда хочется отлично я думаю на этом можно заканчивать мы подписываем в правом уголочке на шуровую я подпишу с белым мелком так все ставим подпись и на этом наши фрукты готовы спасибо вам большое за внимание надеюсь что вам понравился этот мастер-класс пока пока пока